Музыка Здравствуйте! Продолжаем тему аматорских театров, которую мы подняли в предыдущей передаче. А теперь продолжение. Вот гости мои. Это Артём Симстун, председатель Федерации аматорских театров. И с поздравлениями к Блюменфельду, Жене, он уже руководитель молодёжного театра «Стук». Десятилетие нашей общественной организации, Федерация аматорских и Николаевских театров, объединяющие творческие начинания нашего города, показывающие премьерные спектакли. И самое главное, эта организация проводит большие культурно-мастетские проекты. Это всем известный международный театральный фестиваль «Южные маски». Это фестиваль детского творчества и игры «Квест детства фест». Это фестиваль уличного искусства «Сант Никола стрит арт фест», который был новый в прошлом году. И самое главное, в прошлом году был у нас фестиваль «Летняя театральная школа», которая объединила не только любители, но и профессионалов. Профессиональные театры – это обучающая лаборатория «Театрон», «Летняя театральная школа». Об этом мы будем специально говорить в этой передаче. А сейчас давайте смотреть потихонечку отрывки из тех работ, которые на этом десятилетии представили наши творческие коллективы. Театр начинается с техники. Включи планшет и смотри спектакль. Если все замолкают, когда ты поешь, а потом долго кричат «Браво, браво!» Сейчас и ты, и твои зрители. Дайте мне сказать! Вот я терпела-терпела, никого не перебивала, слушала всякую ерунду и билиберду, а на самом деле никто не знает, с чего начинается театр. А я скажу. Но мне надо выступать в Большом театре. Там много зрителей. И я буду говорить, говорить, говорить. А что я хотела сказать? Ой, я совсем запуталась. Сейчас соберусь и начну с начала. Театр начинается с мечты. Выйти на сцену и сыграть свою роль. А учат это в театральной студии «Буратино». Это же просто сказка? Конечно! Это все наша сказка! Это самые юные участники нашей федерации. Очень приятно, что это Центр развития «Ребенка-сказка», театр-студия «Буратино». И они обладатели уже гран-при «Золотой маски» Международного театрального фестиваля «Южные маски». Кто там руководит? Татьяна Селезнева – это потрясающий человек. Она умеет объединить вокруг себя педагогов. Она умеет объединить родителей, которые понимают, что это вклад в деток. И самое главное, что там участники от трех лет. Самые юные участники приходят в театральную студию. Они получают именно азы театрального искусства. И также удостоены были подячным лыстом и грамоты городского головы, областного совета. И это очень приятно, что поддерживает этот коллектив. И театр уже как создается, можно сказать, как театр юного зрителя. Потому что они работают и для детей, и дети выступали на профессиональной сцене, на сцене русского драматического театра. И коллектив, который действительно имеет уже свою репертуарную политику. Очень приятно, что мы совместно с ними проводим культурно-мастетские акции на Новый год. Вот, вот, Святые Николая Детейзом, Домалят Завитай. Мы в этом году показывали, совместно проводили показ на Николаевской, в больнице детки, которые находились на лечении. И для деток был показан спектакль этой детской студии. Очень приятно, что детки для детки равны равному, показывает тоже театральное искусство. Три годика они приходят туда, а когда уходят? Ну, я так знаю, что школа, это подготовка к школе, да. Но уже будучи первый, второй класс, они не покидают студию. Это старшая группа. И они тоже работают, вот именно уже будучи школьниками первого-второго класса. Но это больше подготовительная студия. Ну, по крайней мере, я думаю, что родители, особенно, кто хочет отдать ребенка, попытать вот свои навыки театрального искусства на водопроводной, есть Центр развития ребенка сказкой. Приезжайте, ребенка посмотрят, прослушают. И там действительно используются уникальные технологии, методики. И педагогика, очень интересная методика Монте-Сори. Я думаю, что каждый, кто хочет отдать ребенка, изучать театральное искусство, обращайтесь в Центр развития ребенка сказки. Ну, а теперь посмотрим еще один коллектив, отрывок из их работы. В драматичном театре близько и красота. Кучерявого студента, девчонка, питает. Ну, навещо на гальотку ты усяк ввести? Сидимо тут біля люстри, наши павуки. Ты, ты, целяй я бачу сцену, ніби ж літака. А студент, ну и выразлива ж каждая ты, яка. Потерпи, аз я с тобою у кино піду. Дамся дойти, нести в меня в першому ряду. Ну вот я не знаю, это все-таки культура нашего города, но детки, смотрите, детки и театр, или это во всех городах, во всех областях? Поверьте, Николаев уникальный город, уникальный театр. Докажите. Ну вот смотрите, мы говорили о детском центре развития ребенка «Сказка». Вот сейчас мы посмотрели образцовый театр «Мечта», который вот 4 апреля подтверждает звание народного коллектива. Мария Олейник, потрясающий человек, которая, она действительно очень хорошая, талантливая. Вот для тех, кто хочет отдать ребенка уже будучи школьником, это городской дворец творчества учащихся, могут тоже окунуться в театральное искусство. И видите, настолько необычные театральные коллективы, они настолько разноплановые, разножанровые. И самое главное, они все работают над чем? Над постановкой голоса, над умением снять какие-то комплексы у ребенка, у студента, у школьника, умение себя вести в обществе, умение быть более образованным и, как говорят, сесторонне развитой личностью, да, ведет социализация личности в обществе. Это все театральное искусство. Ну вот, жанры уже как-то, разные жанры, даже детки, вот то, что обвиняет, это детки, но жанры разные. И теперь еще один коллектив. Смотрим. КОНЕЦ 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 Евгений, без звукорежиссёров сейчас ни в каком театре уже не обойтись, без компьютера тоже, не правда ли, да? Да, вы совершенно правы. Вот сейчас смотрите, ну как это? Раньше это всё в голос, без микрофона, все вау-вау, стишки рассказывали, только на табуретку ставили, чтобы хорошо было видно мальчика или девочку. Как без этого? И какое это эстетическое значение сейчас в театральном действии имеет? Но вы знаете, если вот на этом примере конкретно рассматривать ситуацию... Кстати, кто это был? Я прошу... Евгений Леонов. Это был Евгений Леонов. Нет, это коллектив. Коллектив, это Виктор Леонидович Мозговой, режиссёр этого концерта, он доктор наук, мы известен постановками и работами. Он пригласил танцевальный коллектив, это студенты хореографии Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусства. Это вот театрализованные зарисовки на тему Винни-Пух и все-все-все. Вот как бы интересная постановка театрализованная, которая украсила юбилей десятилетия Федерации театров. Женечка, извини, что я тебя перебил. Нет, ничего страшного. Мне кажется, что просто вот если разглядывать на этом примере, то вот Евгений Леонов, который появился своим голосом в нашем времени, это очень здорово на самом деле. Тем более такой персонаж, как Винни-Пух. Но а в целом и общем, конечно, безусловно, без звукорежиссёра сейчас ну просто никуда. Потому что толковый звукорежиссёр знает, где нужно добавить крики чаек на море. Толковый звукорежиссёр знает, где нужно сделать тот или иной правильный звук. Ну, Алые Паруса без этого просто не обошлись никогда. Да, Алые Паруса, вот это какой-то тоже вот проект, знаете, который с душой, со своей. Потому что каждый раз мы его работаем вживую. И здесь очень много, значит, вот это, знаете, соединение между артистом и звукорежиссёром. Поскольку, ну, всегда есть какие-то нюансы, да, есть аппаратура, есть какой-нибудь специфический зал. И вот если звукорежиссёр и артист находят взаимопонимание, вот тогда получается вот это качество звучания. Сладость вот этого звучания. Интересно. А кого ещё мы не затронули? Но сейчас вот давайте поговорим ещё об одном коллективе. Справедливо будет всё-таки о нём поговорить побольше, потому что это, ну, какой-то такой мощный, такой случился. Театр чтеца. Да. Давайте посмотрим. Давайте. Когда уходит кто-то навсегда, она в тоске небо слезу прольёт от горя. А то и так случается порой, что хватит слёз и на большое море. Когда влюбляется, то так она боёт, что птицы райские сада при ней смолкают. Любовь, тепло, себя всё отдаёт. В глазах любимого, как снег, в синий тает. Бывает так, что рано поутру, плакают. Глаза, открыв, мы чётко ощущаем внутри себя глубокую пустоту. Причину, чтобы пустоты не знали. А пустота пришла лишь потому, что потеряли души в бою. В бою страстей, обмана, лжи, упрёков. Никак не выучила в жизненных уроках. Скажите, люди, я хочу узнать, где всё-таки души мои обидели. Где место то, чтобы если что могла я защитить её, когда её обидят. А хочешь, я тебе открою тайм, один такой малюсенький секрет. Знай, люди не встречаются случайно. В случайности, поверь, в жизни нет. Не веришь? Ну тогда послушай. Не бойся, я тебя не обману. Представь себе, что существует душа, настроенная на одну струну. Как звёзды бесконечности вселенной, они блуждают сотни недавних, Чтоб встретиться, когда бы непременно, но лишь тогда, когда запущены. Но есть ещё другие души, ибо ты об этом тоже можешь знать, Которые не встречались получше друг другу, чтобы боль не причинять. Блуждая бесконечности вселенной, не бери ни во что и никому, Они встречаются когда-то непременно, хоть не настроены на одну волну. Устал от бесконечного скитания, где холодно и одиноко, Твоя душа, сжигая расстояние, летит навстречу звёздному потоку. А в неизменной даре, богам всем и законам вопреки, Моя душа летит к твоей душе, сметая все преграды на пути. И вот такой вопрос на засыпку. Может ли депутат областного совета быть чиновником? Сложный вопрос. Внутренне я имею в виду. Я хочу сказать, немножко прокомментировать то, что мы посмотрели, сюжет. Знаете, у каждой жизни, у каждого человека происходят какие-то разочарования. Кто-то влюбляется, кто-то встречается. А вот вопрос всегда задают, откуда же творческие люди черпают вдохновение? От любви. Вера, надежда и любовь – это три объединения, когда благодаря этому творческий человек хочет творить. И то же самое, когда любви нет, когда она исчезает, человек просто теряет смысл жизни, теряет смыслы какие-то. Вот Виктор Смирнов, он руководитель этого театра слова Дарона Кнеба, он выплескивает свою душу, свою внутренность. Несмотря на то, что, как вы говорите, депутат, действующий депутат, он говорит, да, чиновник, но он держит… Не подходит, да, это яркий пример. И Виктор, он вот сейчас, он занимает все практически первые места всех конкурсов, потому что у него сейчас, как говорят, горит душа. И вот он передает свою энергию своим детям, и дети получают на конкурсе чтецов, на конкурсе всевозможных творческих коллективов по Украине, даже на Западной Украине они заняли первое место. И вот в этом году Виктор Смирнов действительно в нашей плеяде Федерации показал разножанровость спектакля. И вот премьера на базе театра «Кукол» 5 апреля, которая показывает социальные проекты, это такой творческий синтез, когда при поддержке Виктории Викторовны Москаленко, я думаю, Виктор более расскажет вам и в эфирах, и в работе, это человек универсальный, универсальный во всем, и в работе, и в творчестве, и в подходе. И Смирнов Виктор был удостоен награды за слуги перед Украиной, потому что он действительно сохраняет украинскую культуру, сохраняет традиции, сохраняет обряды, обычаи. И творческие проекты, которые дарит театр «Слово Даруна Кнеба», и мы знаем там «Рождественский троллейбус», и многие проекты на День Валентина они проводили, они дружат с Кадовским районом Херсонской области. Это действительно коллектив, который прославляет Николаевщину на многих международных уровнях. Я уже подружился с этим человеком и с этим коллективом, честно говоря, что, на мой взгляд, очень важно вот здесь подчеркнуть, что у него метод такой преподавания или работы, я не знаю какой, что у него получается, что у него участники достоверны. При всей своей театральности они достоверны, они как-то вот чувствуются, вот чаще всего накатывают, допустим, на какой-то голос, допустим, на ритмик, на что-то ещё. А здесь иногда, получается, душа человеческая вдруг выступает вот в этом чтении, которое не чтение. Вот сейчас у нас будет с ним, мы будем тоже снимать вот это в Кокольном театре. Я ездил с ними в Киев, где просто он хоть и стесняется, но всё равно он не даёт возможности, чтобы на уровне Украины не получить первое. Потом он нас познакомил, знаете, с кем? Он познакомил нас с преподавателем... Ильиной. Да, вот с ней, которая собирается к нам приехать в Николаев с фестивалем, который хочет постановить актёрского кино и искусства. Потом там ещё был преподаватель и режиссёр театра, который поставил у нас здесь вот на фестивале «Гома Люденес» спектакль по Горькому. Сомов, Лев Сомов. Лев Сомов. Это очень талантливый человек. Вот получается, что они как-то, вот эти профессионалы, им не зазорно с ним дружить и с этими детками. Значит, что-то ж такое появилось, такая какая-то связь. Я всегда очень рад, когда самодеятельность с профессионалами в одной связке, в одном... И находят вдруг в друге удовольствие. Не правда ли, Женя? Совершенно верно. Вы знаете, это всё происходит, наверное, потому, что вот девочки, да, которые занимаются в театре слова Даруна Кнеба, они не являются артистами, как говорится, из кулисы в кулису. Они перед тем, как выйти на сцену, они пытаются всё это пережить. То есть они живут действительно тем, что они делают. И вот отсюда, опять же, появляется вот это заветное отношение к своему проекту, и появляется вот подобный результат. Да, это здорово, вообще-то, на уровне... Но, оказывается, не только у нас, Николаеве, вот это... Ну, такое внимание к аматорскому искусству. Всё-таки вот эта федерация, которую вы возглавляете, и то, что было прошлым летом, это подчеркнуло, что это не только на Украине, не только в нашей Николаевской области. Мы, наверное, здесь какими-то выступили... Пионерами, можно сказать. Пионерами, да? Давайте вот вспомним то, что было в Очаке в прошлое лето, и тогда немножко на эту тему поговорим. Хорошо? Організатором Международной театральной школы стала Федерація аматорских миколаевских театральных коллективов. Идею митцов підтримала Влада Миколаева та Очакова. Цель этого форума, театрального форума, это объединение театралов. Театралов, людей, которые больны искусством, в хорошем смысле этого слова. Те люди, которые любят театр, которые ценят театр, которые хотят развивать театр. Театрон з античної культури – место для видовищ. Згодом для театральных вистав в Очакове побудуют стилізованный сценичный майданчик. Вже сьогодні в театральній школе використовується антична термінологія. Вільна скина, театральний спіч, синод технітів, рада профессионалів, дедаскал – учитель. А повчитися є чому. Театральне мистецтво – мінливий, живий організм. Йому притаманні проблеми вибору творів, символізму, сценографії, режиссури тощо. Мастер-класси дуже багато дають. Общення, ну, какое-то воспоминання, будемо говорити, о южних масках, потому що це прекрасний був фестиваль. Здесь дуже багато інтересних людей, і всі люди стремлятся принести щось нове. І відбувається какой-то определенний обмен знань. В театральній школі були представлені наші Николаївські театри, Николаївський академічний художній русський драматичний театр, Український академічний театр драми і музикальної комедії, обласний театр «Кукол». І Федерація аматорських Николаївських театрів, тобто, ми показали, яка Николаївщина багато історією, зарожденням, колективами, які олицетворює театральне іскусство наше. Найкраще знайомство з роботою колег – побачити їх творчість на сцені. Учасникам школи були представлені вистави театральних колективів з Миколаєва, Литви, Польщі. І не обов'язково знати мову, адже театральне мистецтво – таке символічне і багатогранне. Продовжимо тему. Продовжимо. Ну, дуже приємно, що є така у нас міжнародна літня театральна школа. І в цьому ріду нас посетять французи, нас посетять поляки, литовці, білоруси. І ми об'єдняємо всю Україну. Це буде і направлення, і як професіонального жанра для професіональних артистів і режиссерів, також і для любителів і аматорів. Це випускники театральних студій, це Харков, це Київ. Це буде дійсно така літня театральна школа в городі Ніколаїві і в Очакові на побережжі Чорного моря. Коли? З 26 іюня по 1 іюля. Ну і хорошо. Ну, я надеюсь, ми ще й раніше з вами встретимся. Я вам успіхи желаю, Жене. Тепер з удовольстви вам. Тоже. А зараз на закусочку. Саме-саме-саме інтересне, то, що було на цьому праздниці. Пожалуйста. Звучить музика. Звучить музика. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok